Размеши Выбери народное шоу «Рассмеши комика» Программа, в которой люди с хорошим чувством юмора могут заработать хорошие деньги Есть три способа стать звездой интернета Первое — это снять свой первый спуск на сноуборде Второе — это заснуть на корпоративе своей фирмы И третье — это рассмешить наших комиков Владимира Зеленского и Евгения Кашевова Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Отдохнувшие, помолодевшие, красавцы Где отдыхал? В Турции? Нет, я люблю отдыхать там, где мало русских Это где это? В Москве Ну а ты? А я отдыхал на Дальнем Востоке Хабаровск, Владивосток? Алчевск Дальний Восток Все регионы, Алчевск, Луганск, Енакиево А ты, Витька, как это? Ой, Карибские острова, яхточка, пальмы, солнце, месяц Вить 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 О, я заснул сейчас Что? Работаем Начинаем А, работа Присаживайтесь, ребята Расмеши свежного Размеши меня, размеши меня И для начала по традиции правила нашей игры Каждый человек, который будет выходить на эту сцену Должен будет за одну минуту рассмешить наших комиков Если ему это удастся, он получит одну тысячу гривен Смех комиков на второй минуте принесет ему уже пять тысяч гривен На третий десять, на четвертый двадцать И тот, кто сумеет рассмешить наших комиков на пятой минуте Получит пятьдесят тысяч гривен Мы начинаем Расмеши свежного Размеши меня, размеши меня Все очень просто, друзья Зеленая кнопка нажимается только тогда, когда участник готов И мы готовы запустить первую минуту Красную я нажму, когда увижу улыбки на лицах наших комиков А синяя кнопка выталкивает наших участников на сцену Мы начинаем Друзья, есть еще одна приятная новость Сегодня не только участники будут поднимать нам настроение Но и мы попробуем поднять его нашим участникам Сделаем это с помощью сертификата на две тысячи гривен От интернет-супермаркета «Розетка» Спонсора выходных На сцене «Совчишкин» и «Варевада Артемы» Город Луганск Расмеши свежного Размеши меня, размеши меня Артем, привет! Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Привет! А вы братья? Нет А вы похожи? Нет, вы просто два Артема, я думал, братья Ну, в Луганске все Артемы Вы из Луганска? Да Привет! Третий брат Скажите, а вы в школе хорошо учились? Не очень Жень, выходи опять Ребят, давайте не будем вас, может быть, мучить Начнете сразу? Да, конечно Да? Давайте, поехали В Луганске паркур признан общественным транспортом Продавец Арбудов с подозрением смотрит на беременных женщин Пират, воспитанный Пугачевой, вместо «Йо-хо-хо» и бутылка Рома кричит «О-хо-хо!» И бутылочка молодого вина, пожалуйста Передача «Орел и решка» в Луганске Здравствуйте, меня зовут Коля Серега И у меня 100 долларов на 2 дня в Луганске Я-ху-хо-хо! Дьявол селился в бомжа Ничего и не изменилось Как развлекаются дворники? Петро Вещи! Парень, который пересмотрел мультфильм из Дональда Даком Дорогая, я давно хотел тебе сказать И маме своей передай И бой, что ли? Ох, ребята, на последних секундах вы вырываете одну тысячу гривен И в этом вам помог Владимир Зеленский Ребята, одна тысяча гривен есть? Идем на пять? Да, идем Идем на пять Ну, будьте внимательны Поехали На Рождество железнодорожники вместо кути носят путя После нашумевшей рекламы Ван Дам устроился работать циркулем Ссора в семье Дорогая, я знаю, что ты мне изменяешь Милый, ну с чего ты взял? Смотри Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту И что? Что это, злый сын мужик, а? Влад Яма, ты разве не понимаешь? Перекличка фрезеровщиков на заводе Иванов Я Петров Я Донателло Сколько можно? Я Данильчук Акс-эффект действует не только на девушек, но и на варанов Мы, пацаны, из Луганской, поэтому отвечаем за свои слова Если сейчас комики нам улыбнутся, то вечером у них будет секс Ребят, вы выиграли пять тысяч гривен, но... Террористы Здесь самое страшное то, что вы не сказали с кем А я поэтому после Жени улыбался На всякий случай Не одновременно, да, на всякий случай Ребят, пять тысяч гривен у вас в кармане Я бы сказал, нечестным способом Нечестным способом, но... Но, тем не менее, правила нашей игры это позволяют сделать Ну, мы, скорее всего, заберем деньги, потому что... Долги, долги Да, долги Да, иначе у вас не будет секса Ребят, пять тысяч гривен ваши, забирайте их Размеши свежного Сделай, чтоб парень спьянся Размеши свежного И под столом валяться Размеши свежного Пусть намочат колготки Размеши свежного Но только не использую щекотки Не, ну получилось не так, как хотели, но хоть что-то Все отлично, деньги у нас Вот Да Как ты думаешь, сколько человеку надо для счастья? Ммм, Женька, мне кажется, нужно несколько миллионов А если в жару? А если в жару, достаточно бутылочки холодного чая, литр айсти Может быть Я приглашаю на нашу сцену Нестерова Сергея Александровича, Гиппропетровского Размеши свежного Размеши меня Размеши меня Сергей Александрович, здравствуйте Здравствуйте Ну, немножко, можно поговорить? Можно? А вот о вашей работе Вы драматург? Да Да, а что пишете? Что закажут А, так вы бизнесмен, какой же вы драматург Это уже когда кого закажут? Не плохо Ну, серьезно, скажите, пишете что? Статьи, книги? Нет, я пишу, допустим, пьесы Драматург, это драматургия, это подразумевает пьесы Я пишу для детских театров, для взрослых театров, для совсем взрослых театров А есть, а есть такие, да, пьесы? Есть такие театры Есть такие театры? А там же вроде как актеры без текста выступают Все, что писать А как же вот эти известные немецкие классические фильмы? Звуки, да То есть вы прописываете драматургию, а слова, собственно говоря, актеры подбирают сами Не от себя говорят Ну да Задаете, скажем так, направление У вас есть мечта? Ну, мечта, и была условная мечта Конечно, есть Какая-то, ну, с помощью, ее можно реализовать с помощью большого выигрыша в нашей программе Ну, я писал, что у меня есть мечта дать сыну достойное образование Заработать хотя бы на азбуку Мы желаем вам удачи Спасибо Сергей Александрович, если вы готовы, я запускаю минуту Поехали В чужом глазу не замечал соринку Кормил бобров, хоть сам порой не сыт Принципиально не застегивал ширинку Ведь для людей был полностью открыт Мне на ковчеге пары не хватило Но я пристроился и не сидел без дела Я заменял супругу Гамадрила, когда у самки голова болела На выступлениях Баскова, Билана, Димы Маликова В избытке чувства нет большой беды Фанатки кипятком журчат по-маленькому И по-большому на концертах джигурды Сорок метров бросок трехочковый Раньше я в баскетбол не играл Бросил банку с икрой кабачковой Кум не верил, но я попал Вы выиграли одну тысячу гривен А мне показалось, что вы меняете голос Это специально, да? У меня даже есть с акцентом Тут все же приходит оно сразу моментально Допустим, все четверостише Если это приходит, допустим, в каком-то восточном стиле Так и читать нужно по-восточному Допустим Ну давайте, вы знаете лучше, поэтому Пытаемся заработать пять тысяч гривен Полетели! У стриптизерш опасная работа Приходится с улыбкой не пища Не только голыми выпрыгивать из торта Но и выныривать порою из борща В мозгах однажды загорелся свет И мысли завертелись там чудные Решил пойти в субботу на балет Но свет погас Нажрался в выходные Осваивал батут в центральном парке Непроизвольно в воздухе крутился Встряхнулся мозг И не хожу без палки А был бы трезвый, так вообще побился Дамы мимо проходят цокая Каблучками клокочет май Ах ты жизнь моя одинокая Не дают мне хоть пол меняй Нас снова океан к себе зовет Уходим на год по приказу штаба Но верим, не предаст, не подведет Одна на всех резиновая баба Наша Таня громко плачет Сергей Александрович Это все весело, забавно, но... И очень интеллигентно Нет, вообще там много творчества Но просто мы же должны держаться По правилам нашего шоу Это веселые действительно шутки Веселые стихи Просто стихами всегда сложно рассмешить Но вам немножко чего-то не хватило Спасибо вам большое Мы рады были вас видеть у нас на проекте Мне понравилось выступать на этой сцене Независимо от того, какой был результат Пузанов Евгений Бендык Владислав Крючков Антон Мариуполь Расмеши свечного Размеши меня Размеши меня Женя, Владик и Антон Бабки не отдадим Ребят, студенты? Да Уже нет Я нет, он да, он да Я главный Ты главный, я понял У кого автомат тот главный? К сожалению Работаете? Я да, он нет Я да, он нет Все аналогично Шутки втроем пишете? Да Я да, он нет Удачи всем Ему, ему и тебе Спасибо Ребят, ну, как мы понимаем Будут миниатюры Конечно Да? Да Ну, с Богом Поехали Караул на Красной площади Дорогой Я разбила твой ленд-ровер Сошкала квартиру Взяла кредит на 50 тысяч У парня, которого нос картошкой Чихает пюрешкой И следующая миниатюра Случай на таможне Добрый вечер, здравствуйте Ну, вроде все хорошо Проходите Спасибо Ну, то, что это была не пюрешка Это точно И тебе спасибо Ребят, вы выигрываете Одну тысячу гривен И мне очень хочется спросить А на самом деле Что это? Воды Спасибо Водички дали Не, пей, пей, пей Пей А что это, ребят? Мука или что это? Да Нам так сказали Нам так сказали, но продали дорого Просто если это то, о чем я думаю То минуты вам много Ребята, одна тысяча гривен ваша Аплодисменты тоже ваши И на пятерочку идем Да Ну и пошли Сталин на рассмеши комика Между прочим Это ваше время заканчивается И следующая миниатюра Русалочка Стриптизерша Случай в семье Сыночек, сыночек, что случилось? У меня что-то с глазом С глазиком что-то Покажи быстрее Ты еще и руку подробовал Случай в семье самураев Дай жрать А ты опять пришел Дети не кормлены Я не кормлен Не уходи от разговора Пять тысяч гривен Седая жена, кстати, в семье самураев Вы заметили? Я люблю ее Ребят Сколько вообще хотите заработать сегодня? Миллион Это было то Сколько получится? Пять тысяч гривен у вас есть Можете, кстати, в десять раз больше сегодня унести А можно посоветоваться? Пожалуйста Конечно Спасибо Если вам для этого не нужно будет ехать в Мариуполь Да Да, все Мы уходим Да Итак, дорогие друзья Третья минута На кону Десять тысяч гривен Если вы готовы Я нажимаю на кнопку Готовы Две девушки на дороге сбили человека Он ушел? Фрезеровщики играют во всем известную игру Камень, камень, камень Раз, два, три Камень, камень, камень Раз, два, три А может быть другой рукой? Не, не, ты там ножницы показать можешь Камень, камень, камень Случай в семье кинологов Коллекционер бомжей Ой, бомж Бомж, а как тебя зовут? Аркадий А, не, Аркадий у меня уже есть Девушка воспитанная арбузами В июне по три рубля К сентябрю по рубль двадцать Врач, который нарушил клякву Гиппократа Ну что, малышка, ты такая красивая Может быть, поедем ко мне? Я бы не советовал Ребят, ну рискнули, но, видимо, что-то расставили не так Что-то очень жалко, но приходится нам это говорить вам Всего доброго Пока Привет, Мариуполь Счастливо Но были смешные вещи Спасибо Спасибо Нужно не бояться Здесь ничего страшного нету Комики вообще классные ребята То есть позитивные Если вы смешные, вы смешные Если вы не смешные, вы не смешные Следующий гость приехал к нам из города Барановичи, Беларусь Казак Иван Ваня, здравствуйте Здрасте, здрасте Кем работаете? Безработный Хорош професс Давно безработный? Уж год, больше года А кем были до этого? Безработный Инженер, технолог, электроники А чего, нет электроники в городе? Да, загибается электроника Серьезно? В Беларуси, да Сократили вас, что ли? Или сам бросил? Ну, загибается завод, интеграл Очень известный был в Советском Союзе завод Теперь, к сожалению Да, знаю Теперь не работает Мощности упали, да А говорят, что в Беларуси все красиво, все хорошо Всем людям нравится Ну, это по телевизору Говорят, да? Да Ну, у нас тоже всякое болтают по телевизору Иван Евгеньевич, чем же вы зарабатываете на жизнь? Шучу Шучу Платят Такая система Шучу, платят? Да А где, кроме нашей передачи, платят за юмор? Различные скетч-комы, различные всякие проекты Понятно В общем, везде участвуйте, пишите То есть вы автор? Да Ну, давайте, заработайте у нас Постараюсь По крайней мере, мы вам этого от всей души желаем Побежали То ли мужчина подмигвая флиртует с ней, то ли ему пора давать лекарства Бабушка, одета в бикини, ограбила банк Никто не помнит, как она выглядит А если кто ей помнит, то старается поскорее забыть Вань, я вас поздравляю Во-первых, с тем, что вы выиграли одну тысячу гривен А во-вторых, с тем, что у вас на самом деле очень хорошие шутки Чуть добавьте уверенности, правда Некоторые шутки приходилось потом додумать Я не все буквы разобрал Да, Вань, смелей, потому что хороший юмор Аплодисменты вам, одна тысяча у вас Постараюсь и смелей, да Давайте, идем на пять тысяч, поехали Для того, чтобы на заводе считаться геем Не нужно спать с мужчиной Достаточно просто перед едой помыть руки Бабушка, которая сидит на окладе в секшопе, кричит Эй, проститутка, у нас новая коллекция Когда Виталик нанес гостю два ножевых Все поняли, что он ни перед чем не остановится Чтобы выиграть в конкурсе на свадьбе Павел ходил на бокс уже около года И просил у родителей купить домой боксерскую грушу И если Паша скромно просил у родителей То его младший брат просто умолял их об этом Два старых послеповатых медведя в одной клетке И не подозревают, что они геи Пять тысяч гривен Принесли вам два медведя Мы вас с этим поздравляем, Вань Подслеповатых Смешно Вань, нам очень хочется вас послушать еще Я думаю, что вы нам не откажете в этом удовольствии Я думаю, не откажу Давайте, 10 тысяч, третья минута Все называли Лешу Брэд Питтом Психиатром несложно, а Леша приятно Лесоруб слишком поздно крикнул Берегись, и в палатке у молодоженов Появилось еще одно бревно Леша понял, что когда у него отнялась речь А азбуку немых он пока не знает Придется где-то полгодика поиграть в крокодила В детстве Вадим хотел стать президентом Вася космонавтом, а Валера алкашом В итоге первые двое спились, а Валера добился своего Больше Вань, мы вас поздравляем У вас уже есть 10 тысяч гривен Осталось еще две минуты Вы выиграете 50 тысяч гривен Вы идете на следующий шаг в 20 тысяч? Да, да, конечно У учительницы русского языка, которая преподает у сына президента Уже заканчиваются хвалебные эпитеты Сергей не умел общаться с девушками И даже когда звал свою в кино, говорил Гули-гули-гули-гули Сергея называли подкаблучником А он молчал им в ответ Потому что прежде чем что-то ответить Нужно посоветоваться с женой Когда житель 66-го дома проснулся От того, что пели бомжи Он начал уже даже жалеть Что выбросил в мусор губную гармошку и маракасы 20 тысяч гривен Ну смешно Смешно У меня вообще складывается иногда ощущение Что Кашевой с Зеленским приходят домой И потом час смеются Потому что все это накопилось И чтобы не лопнуть Надо где-то это выплеснуть Мы вас поздравляем 20 тысяч гривен, Вань Уже ваши Ну и теперь И теперь надо рисковать Либо вы уйдете с нулем Либо заберете 50 тысяч Рискуем Ну а что зрители скажут Да зрителям-то что Это не их деньги Им-то конечно Да Ну доброе сердце белоруса Не может А своим братьям отказать Поэтому конечно Вас еще раз Переселю с удовольствием Найду Молодец, Вань Сейчас нужно подготовиться Немножко постратежить Постратежьте Давайте, да Выберите самое смешное Слово смешное Постратежить немножко Давайте Итак, 50 тысяч гривен Ой, даже не знаю Что с вами делать Синицына Сказал преподаватель на экзамен Хотя по слухам Знаешь, что делать Однажды тракторист Попробовал неделю не пить И стал припоминать Что 10 лет назад С друзьями приехал В эту деревню Просто порыбачить У бабушек Возле подъезда Не было наркоманов И проституток Поэтому за всех Отдувался сутулый Вадим Когда Михаил Степанович С девушкой Голыми выходили На балкон курить Соседи понимали Что сегодня дали пенсию Зря в ЮАР Демонстрантов Разгоняли бронзбойтами С водой К ним присоединились Еще 20 тысяч людей Желающих просто попить То, что хирург Во время операции Вспомнил смешной случай Из жизни И засмеялся Добавило в его жизнь Один не смешной случай Из-за того, что На 1 сентября Одиннадцатиклассник Неши девочку На плече был выпивший С девочкой иногда Стреляли Как типа из базуки 50 тысяч гривен Вот этот выстрел Из базуки Приносит вам Наш самый главный приз Забирайте Вань Вань, вы молодец Хороший юмор Смешные шутки Сделай, сделай, что Поехать в пьянце Размеши свежного И под столом валяться Размеши свежного Пусть намочат колпотки Размеши свежного Но только не из блужей щекотки Приехал, увидел, пошутил Получил деньги Молодец Молодец Супер Смешно Самая последняя шутка На воображении Представляете На сцене Далекий Владислав Из недалекого Кривого рога Размеши свежного Размеши меня Размеши меня Владислав Здравствуйте Как вас обычно кличут Слава или Владик? Влад Влад Да Привет Кликнул Да, что делать Влад, ну что Криворожанин Учишься, работаешь? Закончил учиться Работаю Перестал работать Жизнь наладилась Все еще пока работаю Понятно А что вы решили выступить В нашей программе? Ну, я решил Показать людям Скажем так Часть своего таланта То, что они никогда не видели Да Я песенки написал А, ну вы вообще Это независимо от нашей программы Вы этим занимаетесь? Ну так, любительски Для себя Для себя Для компании Почему, нравится просто? Ну, как-то оно пишется Пишется И как это Как происходят обычные Дебютные выступления Где за столом Пьянствуете Ребятам рассказываете стихи Шутки, да? Не, не пьянствую Ну, шутки, рассказы Понятно Ну и как фанаты? Есть? Есть Есть? Ну хорошо, давайте Я думаю, что фанаты Появятся у вас И после нашего шоу Поехали Песня Бориса Моисеева Была посвящена Своему физруку Я себя такой не знаю И в спортзале, где мечи Знаю я, ты меня хочешь Так иди же и возьми Страстная ночь Долгая ночь Я раздену здесь А тебе помочь Ты мой физрук Дай мне урок Хочешь, я найду Где же твой курон Нет Дай Спасибо Выпили Вовка Да Мне кажется, вместе с тобой Из Кривого Рога уехал весь юмор Да, и все мужики Нет, на самом деле Вы же замечательно поймете У вас хороший слух Но это совсем другое шоу просто Совсем, совсем Вы можете выиграть В Ха-Факторе Или Х-Факторе Сказать, что выиграть Ну, в общем, точно Не удалось Да Спасибо за внимание Спасибо Рад вас до увидеть Владислав Далекий Из Кривого Рога Пока, пока Расмеши свежного Сделай, чтоб парень спеялся Расмеши свежного И под столом валялся Поддержка в зале отличная Все было на высоте Но Не вышло, не вытянул Мой юмор На сцене Межонов Богдан И Данюк Андрей Дубна Одесса Расмеши свежного Размеши меня Размеши меня А вот Богдан Андрей, привет Здрасте Здрасте Ребята, а вы танцоры? Не Не Так, вы вышли Так, все Красиво Один из вас электромонтер А второй? Студент Я тоже студент Студент-татуировщик Ты же видишь Почти Он тинейджер Ребят, чем будете удивлять? Шутки будем читать Шутки будем читать? Ничего себе у вас в Одессе Я с Дубна А, вы же с Дубна А как вас так свело Дубна и Одесса? Киев Великий город А, вы в Киеве живете? Ну да, да Добрый, хлопцы Шо? Шутите Хорошо Готовы? Да Поехали Блатни кенгуру Носят детей Не в сумке А в барсетке В дуже бедных лагерях Вожаті кричать дітям Не запливати за пухлого Мало хто знає Але шахтарі Один одного Розпізнають по зрачкам На конкурсі красиві Із ПТУ Виграє не найбільш красива А найменш підгулявша Ни собі, ни людям Подумали дві одногрупниці І на день студента Залишились в селі Останній робочий день Міліціонера Даїшник Здрасте, сержант Сладненький Ваші документи А, собственно В чом причина зупинки? Ну, в принципі Ніякої причини нема Просто остановив Сказать, що тебе галіматачка В смысле? Корч Люк Бессон На кіностудії Довженко Люк Бессон Довженко Человіка, який живе На самій-самій окраїні села Сільчана називається селюком Собака-батюшки Махає хвостом зверху вниз Зліво-направо Одна тысяча гривен Ребята, ви виграєте одну тысячу гривен Да, да Ми раді Можете, ви лучше розставите? Мені дуже інтересно, хотите ли ви п'ять тысяч Ну, ми хочемо Дуже Да Значит, ви йдете на втору міну Да Да, да, ми йдемо А ми її запускаємо Найхитріша дитина Анжеліни Джолі До 16 років прикидалась грудною Якщо з тірми йде білий дим Це або поджог, або вибрала нового пахана Дуже хитрий внук Занімався з бабушкою правописом І втіхаря підсунув її дарстві не на квартиру Оцю Михаїлу вдалося встановити алкоголізм в селі Тепер всі не бухають, а п'ють во ім'я Господа нашого Карманник падкий на імпровізацію На храм Хлопчик приніс додому тройку, хоча світило довічне Ми запуталися Косокі хлопчики краще стоять на шухері Дочь Киркорова Алла Вікторія буде займатися волейболом, рисованням Вслід за передачою Вагітна в 16, в ефір вийшли Не позвонив хлопець в 15 Зрадила подрузів в 13 Ого Ого П'ять тисяч гривень Значить так Ребят, п'ять тисяч И что-то самое смешное у вас еще осталось Ай-яй-яй-яй-яй Що вы чешете голову? Она грязна Ну вот, уже расслабились, нормально Ну п'ять тисяч, уже хорошо, поздравляю Все, все, хватит Че все? Ну, можем просто так читать шутки Так не пойдет Ну в нас мы дальше, ну типа мы уверені, що там є смішні шутки Но ми не знаємо, че ви засмеєтеся Так ви уверені, чи не знаєте? Ну, ми уверені Але речі Ребят, треба брати ще одну минуту, і ми якраз посмотрим, смішні вони чи не Чувак, шо робимо? Дай мне Быстро, дай мне Дай мне Не, 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 все там Вы же приехали показать себя Потом в ефирі вас буде більше Не две минуты, а три Ми вже так настояли А потом начнутся звонки, корпоративы, свадьбы, бешеные гонорары Да Было б хорошо Не, не, ми, наверное, заберемо, бо ми перший раз приїхали, Богдан переживає, я боюсь теж Я дуже, я дуже страшно Все хорошо Нам страшно А че вам страшно? Не, а что может произойти, ну, что? А че страшно? Ну, откроется этот люк, ну, пойдет, ну, и че? Там нормально, да? Там мягко Ребят, нас в первый раз, бывает, и 50 тысяч выигрывают У вас все есть Не Задор, юмор, все есть У нас мало ничто Да 5 тысяч – это вообще ничто Да Мы пас, да Мы забираем Да Ладно, ребят, забирайте 5 тысяч, мы вас поздравляем Уууу Звучит Расмеши Свежного Сделай, чтоб барень спеялся Расмеши Свежного И под столом валяться Расмеши Свежного Пусть намочен колпотки Расмеши Свежного Но только не использующие квадки Мы задоволены своим выступом для первого раза, это доброе. Хватит нам. Да, это хватит. На сцене Лузан Сергей и Лещенко Евгений. Мелитополь, Запорожская область. Размеши свежного, Размеши меня, Размеши меня. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Евгений, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, братья, нет. Просто в одном магазине очки покупали. Ну да. Ну понятно, но это образ такой или действительно вы так? Ну серьезно, в жизни такие. Нормально, прям как костюм выглядит все. Ребят, вы где-то выступаете? Ну, если пригласите. Ну да. Мы уже вас пригласили. Спасибо. Размешите нас. Постараемся. Старайтесь, ребят. Поехали. Мы на Размеши комика первый раз. А как все знают, первый раз долго волнуюсь, быстро отстрелялся и по домам. Давайте представим, очень пафосный таксист. Такси надо? Да. Забирай. Слушай, Серег, я со своей девушкой остался. А че так? Ну она, походу, симулировала. С чего ты так решил? Понимаешь, самый ответственный момент. Ну кричит. Ну кричит, это ж нормально. Та-да-да-там, та-там. Нормально. Ну, такое бывает. Как все знают, талантливые люди, талантливые во всем. Владимир Зеленский еще и старший по подъезду. Давайте, миниатюра на теплотрассе. Зая, это тебе. Хлебать мой суп, ты мой мажор. Зая. Выходи за меня, Зая. Быстро, ребята. Ну, вы правильно говорили, быстро отстрелялись и домой. Да. Первый раз из маленького городка по-быстрому, по чуть-чуть. На самом деле мы приехали сюда не за деньгами, а просто себя попробовать. Показаться в такой теплой публике. Увидеть замечательных людей. Да и мы были рады с вами познакомиться. Пока, ребята. Удачи. До свидания. Нам очень понравилось выступать. Да, мы, думаю, еще вернемся, лучше подготовимся. И будет все хорошо. Больше материала, да. Да. Вова, предлагаю сыграть в бутылочку. Это как? Ну, вот, кому бутылочка Липтон Айсти повернется, тот ее и заберет. Я согласен. Только я сначала чай выпью. На сцене Дырда Елена и Вдовиченко Ивана «Черновцы». Развеши свечного, развеши меня, развеши меня. Здравствуйте. Девушки, здравствуйте. Как вообще дела? Очень хорошо. Мы вас видели. Вот тут видели много. Девочки, будете шутки читать? Ну, такое. Шутки, юмор. Ну, что ж. И пока медсестра не заметила нашего отсутствия, мы начинаем. Так, представьте себе, очень аккуратный человек. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да, я засчитаю. Засчитаю. Мне кажется, что все-таки вам удалось рассмешить Владимира Зеленского. И я должен спросить, мы продолжаем? Аккуратно. Так, представьте себе, вор вламывается в квартиру. Я не знал, что у них собака. Фиг тебе, дядя, не мой лего. Представьте себе случай в тату-салоне. Значит, мне, пожалуйста, автомат на всю пузяку, да? Значит, на спине джигурду, уходящего в закат, такой, что в куполах был, да? И вот здесь вот на руке череп зеленого ягненка. А девушка, это все? Да, я же девушка. Ну и бабочка на пояснице. Квадрат Малевича в Голландии официально признан натюрмортом. А сейчас представьте себе гардеробщица-ниндзя. А девушка, а мой номерок? А я... Да, в нашей программе иногда абсурд приносит деньги. И жестокость. И жестокость. И жестокость. Я вас поздравляю, вы выиграли пять тысяч гривен. Спасибо. Хочется спросить о вашем решении. Будете продолжать? Держит совет. Труд нос. Сегодня уже я не решаю. Как дела? Ой, хорошо у нас все. А у вас как? Супер. Ваше решение. Продолжаем. Итак, продолжаем. На кону. Десять тысяч гривен. Итак, представьте себе. Белоснежка потеряла одного из своих гномов. Костик! Костик! Все в знакомой ситуации. Бабушки любят ходить в лес за грибами. Но тут грибы пошли за бабушками. А ну в кошелку, кошелка! А знаете, что общего между Пушкиным и Камазом? У них у обоих есть два бака. Батюшка, который любит держать интригу. Итак, объявляю вас мужем и женой. Да будьте же вы вместе, пока кто-то там не разлучит вас. Представьте себе самка богомола. Вот скотина опять до поста дотянула. Девушки, вам, к сожалению, не удается, но есть одно но. Мы сейчас вместе со зрителями посмотрим где-то 13-ю, 14-ю секунду на Владимира Зеленского. Заметил. А что ты ждал тогда? Объясни. Я думал, что будет еще смешнее. Вот, посмотри. Оп! Да? Кашель, кашель. Простыл немножко. Немножко простыл. Но я буду реагировать по реакции зала. Да? Была? Девушки, вы выигрываете 10 тысяч гривен, потому что это действительно, ну, по крайней мере, в обе было весело. Ну, жалко гномика, конечно, но я точно помню, что было весело. Костика. Костика, кстати. Костика. Девушки, вы будете продолжать? Наверное, нет. Спасибо огромное. Ну, и вам спасибо. Забирайте свой приз, который сегодня составил 10 тысяч гривен. Размеши свежного, сделай, чтоб парень с пьянцем. Размеши свежного, и под столом валяться. Размеши свежного, пусть намочен колготки. Размеши свежного, но только не использую щекотки. К сожалению, наша передача подошла к концу. Пока Вова и Женя оформляют очередной кредит, чтобы рассчитаться с победителем, я быстро говорю вам до свидания и бегу к ним, чтобы случайно не оказаться поручителем. Пока. Размеши свежного, сделай, чтоб парень с пьянцем. Размеши свежного, и под столом валяться. Размеши свежного, пусть намочен колготки. Размеши свежного, но только не использую щекотки. Размеши свежного, сделай, чтоб парень с пьянцем. Размеши свежного, и под столом валяться. Размеши свежного, пусть намочен колготки. Размеши свежного, но только не использую щекотки. Субтитры создавал DimaTorzok